Всем привет! В эфире Универ-Ньюс. С вами я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Ильшат Гафуров встретился с жителями Титюрского муниципального района Республики Татарстан. КФУ посетил директор инновационной программы превентивной медицины и диагностики РЕКЕН. В Казанском университете прошла научно-популярная акция «Открытая лабораторная». 17 августа состоялся визит в Титюрский муниципальный район Республики Татарстан ректора Казанского федерального университета, депутата Государственного совета 5-го созыва Ильшата Гафурова и члена Совета Федерации России Олега Морозова. О том, как это было, смотрите далее. 17 августа состоялся визит в Титюрский муниципальный район Республики Татарстан депутата Государственного совета 5-го созыва Ильшата Гафурова и члена Совета Федерации России Олега Морозова. Встреча с жителями района, запланированная в ходе визита, началась во время общего собрания собственников квартир. Титюрский муниципальный район принимает участие в программе «Наш двор», которая предполагает обновление инфраструктуры и благоустройства территории вокруг жилых домов. Особенность программы заключается в том, что решение, как будет выглядеть двор, принимают сами жители. В настоящее время в Республике реализуются более 40 профильных государственных программ. В большинстве из них принимает участие Титюрский район. Сегодня формируются планы, которые намечены для реализации программ с последующим включением в бюджет. Речь идет не только о проекте «Наш двор». На встрече обсудили все проблемы, которые сейчас стоят перед жителями. От организации парковок и видеонаблюдения до работы поликлиники и системы образования. Проект является пилотным и реализуется в Республике впервые. Уже известно, что если результаты окажутся положительными, программу могут внедрить в практику по всей России. По результатам встречи были собраны пожелания и рекомендации, которые лягут в основу дальнейших планов работы. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Универньюс. Медицинский кластер Казанского федерального университета посетил директор инновационной программы превентивной медицины и диагностики Рикен. Подробнее смотрите в следующем сюжете. 16 августа в КФУ с визитом прибыл директор инновационной программы превентивной медицины и диагностики Института физико-химических исследований или сокращенно Рикен Йошихиды Хэшизаки. Рикен – это крупный научно-исследовательский институт в Японии, мировой лидер в науке. Он является стратегическим партнером КФУ еще с 2008 года. Напомним, что Казанский федеральный университет имеет совместную лабораторию трансляционной геномики, расположенную в Японии в стенах мирового научного центра Рикен. Институт Рикен также имеет свою лабораторию в стенах КФУ в Казани. Это так называемые зеркальные лаборатории. В ВУЗе действует комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области физики, химии, медицины и генной инженерии. При этом стоит отметить, что рост сотрудничества в науке произошел с момента появления медицинского направления в КФУ. Ничего не было, но после этого, 30 людей работают, так что это довольно активно. И я знаю, что результаты их действия. Модель взаимодействия КФУ Рикен определена как наиболее успешной и выгодной обоим партнерам, поскольку охватывает самый широкий круг вопросов. Валерия Муратова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Легочные заболевания представляют собой одну из самых больших угроз для здоровья человечества. С ними связана каждая шестая смерть во всем мире. Для быстрого выявления таких заболеваний в университетской клинике КФУ вам не придется стоять в большую очередь после флюорографии. Врач сию же минуту направит вас на дальнейшее обследование, которое определит вектор лечения. Всего немногим более ста лет назад люди даже не представляли, что доктора смогут увидеть, что происходит внутри человеческого организма. И даже наблюдать за этими процессами в режиме реального времени. Уже в 20 веке благодаря прорывным технологиям специалисты смогли выявить такие серьезные заболевания, как, например, туберкулез, ирак, УЗИ, рентген, МРТ, КТ. Сегодня эти методы визуализации доступны в отделении лучевой диагностики университетской клиники КФУ. Флюорография представляет из себя, с методической точки зрения, исследование суммации теней. Компьютерная же томография по своей специфике выполняет ряд послойных рентген-снимков, которые объединяются в некий объем, позволяя более детально прослеживать все участки анатомических областей человека. Сколько раз в год нужно делать рентген? А здоровому человеку необходимы лишь два рентгеновских исследования. Сниму грудной клетки и маммография. Первый снимок нужно делать всем старше 15 лет ежегодно. Второй только женщинам старше 40 лет один раз в два года. Официальный предел дозы рентген-лучей – один миллизивирт в год. Новейшее программное обеспечение позволяет проводить такие исследования, как низкодозная компьютерная томография легких, в свою очередь дающая возможность снизить уровень поглощенного облучения в момент сканирования, сводя его тем самым, приближая даже к флюорографическим. Для сравнения, при стоматологическом снимке доза рентген-лучей составляет 0,1 миллизивирт. Организм здорового человека способен сам справиться с таким крошечным воздействием. Боитесь облучения, решили не проходить обследование? Знайте, 70% первичных диагнозов устанавливаются с помощью рентгена. Например, если есть симптомы пневмонии. Рентген – единственная возможность узнать это. Эгономическое расположение рентгеновской техники на базе университетской поликлиники медсанчасти Казанского федерального университета позволяет нам одномоментно направлять на дообследование пациентов на компьютерный томограф в случае выявления любых патологических изменений по результатам флюорографии, которые выходят за понятие нормы. Даниил пришел на ежегодный плановый осмотр. Пройдя лишь такую безобидную процедуру, как флюорографию, у него обнаружили затемнение в легких. В последующем при проведении компьютерной томографии действительно было подтверждено затенение инфильтративного характера. Пациент был направлен к узкому специалисту, где ему была расписана соответствующая терапия. Пациенты с какой-либо патологией в легких могут быть сразу направлены в кабинет компьютерной томографии для подтверждения диагноза. Такая возможность дает больным сиюжиминутно подтвердить или опровергнуть опасения врачи, а также определить вектор дальнейшего лечения. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз. 17 августа в Казанском университете прошла научно-популярная акция «Открытая лабораторная», где каждый желающий смог бесплатно проверить свои знания в области медицины, а также прослушать лекцию по основам оказания первой медицинской помощи. Все подробности смотрите далее. 17 августа Казанский федеральный университет совместно с просветительским проектом «Открытая лабораторная» провела научно-популярную акцию, посвященную медицине. Каждый желающий смог проверить свои знания в этой области. В Казанском федеральном университете исторически сложилось, что здесь проходят научно-популярные мероприятия, начиная с Николая Лобачевского, который сам читал научно-популярные лекции. Мы, конечно же, поддерживаем эти традиции. Лабораторная прошла в формате теста. Всем пришедшим раздали бланки с вопросами. А после выполнения заданий состоялся разбор решений. Те, кто по итогам теста набрал максимальное количество правильных ответов, были награждены призами. Затем врач общей практики университетской клиники КФУ, выпускница Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Эльвира Кадырова, прочитала лекцию «Основы оказания первой медицинской помощи». Рассказала о том, как остановить кровотечение, помочь человеку при обмороке и судорогах, и даже принять роды в небольничных условиях. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универньюс. Летняя физико-математическая школа Елабужского института КФУ продолжает работу. Форум для школьников, интересующихся точными науками, уже в шестой раз проходит на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». В нем принимают участие обучающиеся седьмых-десятых классов школ и лицеев Республики Татарстан. Подробности смотрите далее. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» активно продолжает работу летняя физико-математическая школа Елабужского института КФУ. Форум объединил учащихся седьмых-одиннадцатых классов школ, лицеев Республики Татарстан с углубленным изучением точных наук. «Вот уже шестой год, получается, я тут нахожусь, и дети тоже. Есть дети, которые несколько раз приезжают, конкретно вот в этом году 25 человек таких прошлогодних. Призеры республиканского, городского уровня имеются среди них. То есть участники олимпиад по математике, физике, информатике». Участники смены соблюдают режим дня, посещая учебные занятия утром и после обеда. В завершающие дни форума ребята участвуют в пробных олимпиадах, готовятся к заключительному этапу смены. По итогам умного состязания призеры и победители пополнятся и портфолио новыми наградами. По окончании республиканской смены каждый школьник получит сертификат об участии в летней физико-математической школе. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся.